В Алматы частные учебные заведения оказались на грани банкротства. Все дело опять же в карантинных ограничениях. Предприниматели говорят, если простой продлится, они потеряют бизнес, а их сотрудники – работу. Люди обратились за помощью к властям, но те сделать ничего не могут. Ко всему прочему, страдают не только взрослые, но и дети. Нургалисабитов продолжит. Владельцы частных образовательных центров вновь собрались вместе. В частности, они обсуждают дальнейшую судьбу своего бизнеса. Ведь из-за строгих карантинных мер предприниматели оказались на грани разорения. Говорят, доходов нет, а расходы только растут. У нас есть аренда, у нас есть коммунальная, у нас есть какая-то экономическая ответственность. В первую очередь, у нас ответственность перед нашими сотрудниками, которым мы должны платить зарплату, независимо от того, пришли дети на занятия, не пришли. Но, тем не менее, нас не включают в сферу деятельности, которая пострадала в период карантина. От закрытия образовательных центров страдают и дети. Анна Макартычьян – мама четырехлетнего Марка. У ее сына синдром Тричера Коллинза. Женщина говорит, благодаря частным курсам ребенок стал разговаривать и контактировать с другими малышами. Но после закрытия весь прогресс сошел на нет. Пойдя заниматься в развивающий центр, мы начали очень хорошо говорить. У него пошел прогресс, прогресс, прогресс. Сейчас с закрытием учебного центра буквально несколько недель, несколько дней, несколько отсутствующих занятий. И он просто перестает говорить. У него появляются просто звуки, у него ухудшается речь, он не может нормально слышать, он не может нормально слушать. По словам санврачей, закрытие образовательных центров связано с непрерывным приростом зараженных и новым штабом коронавируса. А он, как известно, в первую очередь поражает детей. Несмотря на это, эпидемиологи решают вопрос с открытием частных учебных заведений. Чтобы предотвратить большой риск распространения среди детей школьного возраста, подростков, было принято решение о приостановлении деятельности образовательных центров. В настоящее время нами прорабатываются ограничительные требования по возможности возобновления образовательных центров с учетом ограничительных карантинных требований. Предпринимателям сейчас остается только ждать смягчения ограничений. Но если количество зараженных продолжит расти, об открытии бизнеса придется забыть. И в этом случае сотрудники образовательных центров грозятся уйти в тень и принимать детей на дому. Друг Алис Сабитов, Алмаз Абдешев, КТК Алматы.